9 июня 2009 года исполнил 75 лет Садо Михаилу Юхановичу. Очень сложно рассказать о человеке за какой-то короткий промежуток времени, буквально за 10-15 минут. Тем более это сложно рассказать о Садо Михаилу Юхановичу. Об этом замечательном человеке было написано много статей все свое время. И говоря замечательно, я это говорю не потому, что он является моим учителем, а потому что жизнь его вправду была настоящим подвигом. И я думаю, этот человек заслуживает того, чтобы о нем написали книгу или создали документальный фильм. Ибо рассказ о Садо это рассказ об ассирийском народе, начиная со сталинских репрессий, послевоенного периода и до наших дней. Предки Михаилу Юхановичу были выходцами из деревни Бильда, района Ливана, недалеко от Тьяры, верхнего Тьяры. Фамилия Садо происходит от его прадеда Садо, что в переводе обозначает свидетель или мученик. Во время сталинских репрессий дед Михаил Юханович, священник Исхак Садо, был расстрелян в 1938 году. А отец Юханна дважды отбывал тюремное заключение в общей сложности 17 лет. Его родители Юханна и мать Харгель познакомились в России в Краснодаре. Затем в 1920-е годы в результате вербовки Малека Камбара родители переезжают в Масул, где формировались ассирийские батальоны. Но ненадолго. Через два года они вернулись в Россию. Как и многие семьи сталинского периода, Садо испытали все ужасы того времени. Отец был арестован, а их мать воспитывала троих сыновей, Андрея, Юра и Михаила, в одиночку. Она была вынуждена работать, занимаясь ремонтом обуви на улице Жулябова. Семья в тот период проживала в здании военной книги на Невском проспекте. Это был очень трудный период. Затем наступила война, блокада. Семья была эвакуирована в Урмию. Вообще об Урмии, о сирийском селе в Краснодарском крае, у Садо остались очень теплые воспоминания. Как вспоминает сам Михаил Юхан Садо, в Урмии я заговорил по-асирийски. И мне кажется, именно Урмия привила молодому Садо любовь ко всему асирийскому. Она стала тем толчком, тем импульсом, который изменил судьбу будущего асирийского лидера. Бегая босиком по Урмии, он впитал в себя всю прелесть того уголка, который у многих называется Родиной. Той второй Родиной, которая стала для него Урмией. Ведь историческая Родина находилась в тысячах километров от России. В Урмию он пошел в первый класс урмейской школы. Напротив его дома жила семья Геворгизова-Энвии, директора школы. Он подружится с сыном директора, Евгением, будущим профессором. Посещая Геворгизово-Энвии, Садо приобщится к книгам, которые в изобилии были в домашней библиотеке. Вместе с Евгением они будут читать пьесы, написанные для театра в 30-е годы. Друзья будут импровизировать, пытаясь сыграть роли этих пьес. В общем, обстановка и быт семьи Геворгизовых очень повлияли на духовное становление Садо. В будущем друзья станут единомышленниками по национальному движению. В 1946 году семья вернется в Питер. Но он никогда не прервет свою встречу с сирийским селом на Кубани. Будучи студентом Ленинградского университета восточного факультета, он будет приезжать в село, занимаясь сбором фольклора, изучая диалекты ассирийского языка. Он много путешествовал по Кавказу, посещая села Армении и Грузии. Еще одну особенность, которую нельзя не отметить, была его любовь к собиранию всего ассирийского, которая впоследствии приобрела профессиональные формы. Он собирал предметы быта, аудио, видеокассеты, книги, рукописи, частные письма, редкие издания, символику, календари, карты, факты биографии и многое-многое другое. Результатом этого стало основание уникальной частной библиотеки и архива, которые стали известны в научных востоковедных кругах Европы и Америки. После возвращения в Питер Садо поступает в 211-ю школу на улице Гороховой, которая заканчивает в 54-м году. В эти же годы он увлекается спортом сначала футболом, а затем классической борьбой. В 1952-м году он выигрывает чемпионат города, и это дает ему возможность попасть во вторую сборную по подготовке олимпийцев на Олимпиаду. А затем в 54-м году он поступает в Ленинградский университет на восточный факультет, выбрав семитологию. Но в этом же году был признан в армию. В армии Михаил Иханович продолжал заниматься борьбой и даже занял третье место на чемпионате России. В 1957-м году он демобилизовался, восстановившись в университете. Во время учебы он занимался историей о сирийской церкви, а его доклад по истории днесталианства собрал всю кафедру. Видимо, тема, выбранная молодым студентом, очень заинтересовала многих в тот период. Вручая и влитый арабский, он студирует классический сирийский язык у Нины Викторовны Пигулевской. Надо отметить, что в эти годы учебы у него были прекрасные возможности общаться с ведущими востоковедами российской школы востоковедения, с такими как Петрушевский, Беляев, Винников, Пигулевская, Цельтели, Гусейнов, Терпетросян и другими. Свою дипломную работу он назвал «Современные осирийские диалекты в Советском Союзе». Эта работа была основана на диалектах осирийцев Барвара, Альбака и Гявара. В 1962 году он женится. Его супругой станет Зина, Зинаида Ивановна, которая подарит ему двух прекрасных сыновей, Геваргиса и Стефана. Стефан впоследствии станет заведующим библиотекой Санкт-Петербургской православной духовной академии, священником и автором биографического словаря осирийцев России. В годы студенчества Садо окончательно пришел к выводу, что система, в которой он живет, изжила себя и недопустима, так как является преступной по отношению к человеку. На него очень сильно повлияла трагическая судьба деда и отца, его родственников, которые пострадали, будучи людьми безграмотными и невинными. В университете судьба сводит его с другим студентом, которого звали Игорь Огурцов. Они быстро сходятся. Их частые беседы и встречи выливаются в создание подпольной антикоммунистической организации – Всероссийский социал-христианский союз, который был основан в 1964 году. Организация сумела охватить почти всю страну. Она просуществовала три года. Все лидеры и участники союза были арестованы. А Огурцов и Садо, как руководителям, дали самые большие сроки – 15 и 13 лет. Интересно, как же так случилось, что в чисто русской организации оказался человек не славянского происхождения, а сирийц с такой яркой внешностью? Этот вопрос задавали сами участники движения. И ответ звучал так. Садо являлся русским по духу и культуре, больше, чем многие другие. Подобно как Пушкин был поэтом русским в России, или Шарль Азнавур – певцом французским во Франции. В 1979 году, еще находясь на химии в Гатчине, он организовывает молодежную ассилийскую группу на дому на Витебском проспекте. В ней он преподавал ассилийский язык и историю народа, а его супруга Зинаида Ивановна учила молодежь танца. Шаг за шагом группа трансформировалась в организацию. Хуяда, так она называлась в те годы, переводилась как «Союз». Она занималась популяризацией национальной культуры. В это же время появляются новые музыкальные записи, переводика и книги из-за рубежа. Хуяда распространяет это среди молодежи. Также Хуяда начала организовывать национальные вечера. Сначала в самом Питере, а затем, выходя за рамки города и на всесоюзном уровне. В 1981 году ленинградская группа организовывает первый десант в Москву, проводя первый всесоюзный вечер, посвященный Дню Победы. Это были незабываемые дни. Движение САДО оказало огромное влияние на молодежь СССР и в целом на умы ассирийцев, показав, что ассирийцы имеют право на национальное возрождение даже в такой стране, как СССР. Михаилу Юхановичу исполнилось 75 лет. Много это или мало? Трудно сказать. Наверное, мало, ибо он так много еще не успел сделать своей жизнью. И много, ибо он так много сделал своей жизнью. Великий Ницше сказал. Велик тот, кто дал направление. И это главное, что САДО успел сделать. И это определяющее, за которое мы его ценим и любим. Перечислять все нет смысла. Жизнь и деятельность этого человека была брулящим океаном, энергию которого продолжает черпать все новые и новые поколения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова